Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Всеволод Зеленин, один из преподавателей нашей школы. У него есть собственная школа, человек, который не нуждается в представлении. Специальное профессиональное сообщество его знает очень хорошо. Он там где-то между Эйнштейном и Ньютоном. Широкий зритель узнает все больше и больше. Я думаю, вы получите массу удовольствия от общения с Всеволодом. И тема сегодня у нас – миф и дизайн. Всеволод единственный, по-моему, в Украине и один из лучших в бывшем постсоветском пространстве, если не сказать русскоязычном, специалистов по миф и дизайну. Но если разобраться, не знаю, захочет ли он сам об этом рассказать, то и не только в русскоязычном, потому что его профессиональный опыт включает практический миф и дизайн в разных государствах, разных странах и так далее. Я сегодня в роли доктора Ватцина, Всеволода в роли доктора Холмса. Моя задача – задавать дурацкие вопросы. Вот я их буду задавать. Начинаю с первого дурацкого вопроса. Всеволод, а что такое миф и дизайн? Если совсем просто, то это управление массовым бессознательным при помощи мифов. Оно живёт в мифах. Вот мы создаём для них те мифы, в которых они потом в этих сценариях обитают, как рыбки в аквариуме. То есть вы специалист по манипуляции людьми? Да, можно и так сказать. Но вопрос в том, что кто-то же должен менять рыбкам воду в аквариуме. А вам не стыдно, скажите честно? В начале было. Правда. Ну, я же воспитанный в советской школе. И нам говорили, что вот прям мы должны жить правильно, вот так, и честно, и справедливо, и так далее. А потом выяснилось, что вся советская школа – это сплошной мифодизайн. И светлое будущее, и тёплое, и прекрасное настоящее, и что мы впереди планеты всей. И вот всё-всё-всё-всё выяснилось, что это был не более чем мифодизайн. И я понял, что вот эти люди запрещают не ковыряться в носок. Я понял. Хорошо. Ну, вот смотрите, в 10-х годах на Западе была, в частности, в США была 20-го века. Была очень серьёзная дискуссия. Две крайние точки зрения. Одни говорят, что сознательность масс на то повышать, просто учить людей. Учить людей быть взрослыми, зрелыми, пользоваться демократическими инструментами и так далее. А вторые сказали, глупости это всё. Им надо управлять, и управлять максимально эффективно. По одной простой причине. Мощность и возможности человеческого общества возрастают в экономике, в науке. Люди развязывают стихийные силы, типа атомного оружия, которое способно уничтожить планету. А пока мы их всех научим, есть очень большая разница между реальным уровнем и возможностями человечества. Оно сильно увеличивается. Поэтому лучше мудрые люди будут ими управлять. И предложили это точка зрения человека, который даже начальник термина пиар. И они сказали, давайте им управлять по большому счёту. Но миф и дизайн же начался не в 2010 году. Он начался немножко раньше. И если покопаться, мы сейчас будем копаться, то эта история какая библейская, если не раньше. Но у меня вопрос конкретно звучит так. Действительно людьми надо управлять общественным мнением? Или всё-таки надо их как-то растить? И если растить, то может ли миф и дизайн послужить росту человеческого рода, а не только целем управления? Это вечный вопрос на самом деле, на который по-разному отвечают и в академической среде, и в обществе. Практически массовое бессознательное, оно неразумно. Оно как? Оно природа. И оно действует... Психологию толпы ещё там Либо написал много всего этого. И вот массовым бессознателям очень важно грамотно управлять. Это действительно. Оно само собой не управляет. Когда мы смотрим на то, что происходит, например, в процессе таких мероприятий, как Майдан, там что-то бурлит, туда вбрасываются какие-то идеи, люди загораются, возникают какие-то сценарии, там произошло какое-то событие, оно тут же обрастает огромным количеством легенд, мифов, слухов и так далее. Это так работает, так устроено. И когда мне мои коллеги-психологи говорят, мы же разумные люди, это чё? Вы, да, мы. Но давайте не путать индивидуальную, групповую и массовую психологию. На уровне масс, масса сама по себе, но это читаем любые учебники о психологии масс, она живёт бессознательными стереотипами. Но есть отдельные люди, есть отдельные группы, которым очень важно понимать, как это работает. И я считаю, что в мифодизайне мы воспитываем в себе такую философию, как наши предки, которые занимались, ну, там, я не знаю, садоводством, или общением где-то с природой. Мы сейчас сильно оторвались от природы. И вот когда ты понимаешь, что вот сейчас ты выращиваешь яблоки и оккультуриваешь эту яблоню до такой степени, что она будет давать вкусные плоды. Может быть, это даже не ты, может, твой внук приведёт к тому, что это яблоня будет давать культурные плоды. Ты общаешься с природой, которая неразумна. Она сама по себе не вырабатывала такого вкусного яблока, которого человек захотел бы так прямо съесть. Вот это Антоновка и всё остальное. Ты этим занимаешься. Селекция, да? Да, селекция. Ты работаешь с этой селекцией массовых каких-то процессов, но для этого ты должен быть разумным. То есть и то, и другое. Такой диалектический подход. Мы должны делать и то, и другое. Мы должны и подтягивать эти массы на уровень разумности, потому что сейчас, я вчера буквально с Николаем Фельдоровым в эфире про это говорил, сейчас Запад оказался заложником этой концепции, вот этого управления массами, потому что нет куда рекрутировать людей, которые могли бы делать это. Лидеров нет. То есть из этой массы не приходит никто, кроме двух дедушек, которые союнуются в президентской компании в Соединённый Штат. Это просто уже материал прошлых лет. Они тогда селектировались, они тогда выросли на этом. А сегодня не с чего выращивать, просто масса слишком управляема. Это одна крайность. Вторая крайность — это Советский Союз, который тащил всех к высотам философии, чего-то ещё, классической музыкой, просвещали рабочих на заводах и так далее. Они на это всё смотрели, как на здрасте, и хотели масс-культуру. И всё. Кто-то развивался, кто-то нет. Но в массе своей большинство людей должны принимать решения, с моей точки зрения, самостоятельно. То есть это вопрос не видовой, а индивидуальный. Не вида, а индивида. Я хочу развиваться. И вот как раз по этому поводу у меня будет семинар в Бероне, что те люди, которые хотели бы быть осознанными, которые хотели бы не просто жить в этом мифе, но и творить его, понимать, как он создаётся, быть творцами вот этой реальности, и то, и другое. То есть мы и должны уметь управлять, и должны тем людям, которые к этому готовы, предоставлять все возможности, чтобы они создавали ту мифологию, которая делает нас цивилизованными, а не дикарями. Потому что миф может вести в разные стороны. Он может вести нас в сторону дикости. Он может вести нас в сторону потрясающих высот человечества. А может вести в сторону дикости. Вот античность — это прекрасный пример того, как поднимали в массовом порядке людей к тому, чтобы они хотели, чтобы у них стояли в городах красивые статуи, просто стояли. Она же не чья была, она стояла. Это городская статуя. Людям очень хотелось прекрасного. Им хотелось прекрасной архитектуры. А они вышли из дикости. И они это всё сформировали. Ну, вся античность на этом строится. Они транслировали вот эту вот красоту, эстетику, и людям это нравилось. Или тот же самый пример с войной за испанское наследство. Голландцы захотели, чтобы у них в квартирах висели натюрморты, чтобы было какие-то красивые пейзажи. Они сформировали эту культуру, выросли на ней и сделали такое государство, ну, маленькое, но весь мир транслировал эту культуру. Они создали свою даже империю голландскую. Вот про что я сейчас. Это императив человеческого духа, который, с одной стороны, живёт вот в этой массе, а с другой стороны, очень хотел бы быть осознанным, эволюционировать и развиваться. Это два процесса, не взаимоотключающих. Не «или», а «и». В строгом смысле миф — это средство управления массовым сознанием. Миф о дизайне. А существуют индивидуальные мифы по управлению своим собственным, личным, сознателем? Например, человек имеет миф о своей жизни. Ну, это то, что называется идеал. Вот тот сценарий, который он часто не осознаёт. Вот я получу образование, заведу детей, выстрою бизнес или, наоборот, пойду куда-то наймусь. Вот этот миф, и он потом в него вкладывается. И если он в него не вкладывается, то он страдает. Вот у него в мифе было, что он будет вот этим. Помнишь эти замечательные анекдоты, что кто-то стал Нобелевским лауреатом, звонит своей маме, говорит, мама, вот я стал Нобелевским лауреатом по химии. Она говорит, ну ты же обещал по физике. Ты мне обещал по физике. Миф не сошёлся. Это реальный случай. Когда есть индивидуальный миф жизненной траектории, и человек настолько им обусловлен, что даже успешные какие-то альтернативные версии он не принимает, потому что он говорит, нет, это не помещается. Или вот помнишь этот актёрский анекдот про ёлки, когда актёру предложили в Голливуд какому-то заштатному, совершенно провинциальному. Говорит, вы нашли вас, вы потрясающий экипаж, мы берём вас в Голливуд, вот он пасоконтрактный плачет, говорит, наконец-таки меня оценили. Когда сниматься? Говорят, ну вот там, в конце декабря, можно уже приезжать. Он говорит, нет, нет, подождите, у меня в это время ёлки. И вот человек в этих ёлках живёт, в этом мифе, что он должен ёлки каждый год отрабатывать, и иногда этот миф идёт его уже, собственно, вниз, градация. Хорошо. Какие квалифицирующие признаки именно мифа дизайна, мифа? Что мы имеем дело с мифом, а не с идеологической концепцией или с религией, например? Или верованиями, я бы даже так сказал, верованиями. Чем они отличаются? Чем они отличаются? Значит, конечно же, все идеологии, политические, государственные, все религии и так далее, они активно эксплуатировали мифы. Фактически, они занимались мифодизайном. Я в книжке пишу, что столько, сколько существует человечество, столько, сколько существует культура, существуют мифы. Они настолько древние, насколько само человечество. Если кто-то занимается мифодизайном, то это значит, что он селектирует, как я уже говорил, тот или иной миф. Ну, например, культурологи, историки говорят про то, что миф про Христа это в определенной степени селектированный под особенности того времени Римской империи более древняя система мифов. Они взяли, инкорпорировали эти мифы, обработали, наследуя их, и создали один из самых мощных мифов, в котором мы живем уже две тысячи лет. Те люди, кстати, которые думают, что они живут в реальности. Скажите, какой сейчас год? От дня рождения парня из Израиля, из Иудеи, который своим днем рождения определил нашу эру, создал огромное количество мифов вокруг себя, и главное, создал огромное количество практик. Ну, у тебя Рождество, это практика, или Пасха, это практика. И вот когда мы говорим про мифодизайн, это значит, что у нас четыре есть признака. Первый. Есть определенные практики, в которые люди с удовольствием вовлекаются, даже понимая, что это что-то ненастоящее. Например, Дед Мороз. Мы знаем, что Деда Мороза нет, но мы в него играем, с удовольствием ставим елку, дарим подарки. Сейчас уже не Дед Мороз, кстати, это тоже смена мифодизайна на Святого Николая. Второе. Он конкурентоспособен. Снова нам тут подходит Дед Мороз и Святой Николай. Деда Мороза — это в чистом виде мифодизайн. Они взяли, вывели, скрестили, взяли из своей какой-то мифологии альтернативного персонажа, вывели его, чтобы убрать оттуда религию. Так вот, такой миф, он побеждает другие за счет того, что он более высоко художественный, более актуальный в современном мире и более перспективный для людей. Они понимают, что если я буду вот в это верить, то у меня лучшие перспективы открываются. Третье. Есть, ну не то, что я хочу сказать, контроль, а есть управление этим. То есть, есть люди, которые отвечают за то, чтобы этот миф продолжался, проявлялся, доносился до людей, напоминался им, если это нужно. Кто эти люди? Они могут быть политиками, которые регулярно напоминают про ценности демократии. Вот ценности демократии. То есть, у нас, сейчас говорю, такое монополия на демократию. То есть, весь мир должен жить в монополии демократических ценностей и никаких других. Да, вот, пожалуйста, вы будьте осторожны, потому что есть там авторитарные режимы, как сказал Байтон, вот они неправильные. Вот. И четвертый признак, он всегда бесконечно драматургичен. Тут как актеру тебе, наверное, будет это все интересно. Обязательно должна быть персонификация светлой и темной. Он всегда дихотомичен. Там всегда вот этот бесконечный сериал этой, не то что борьбы, а вот единственной борьбы противоположности, если говорить про диалектику. Они все время вот чередуются. И что самое интересное, как в сериале «Игры престолов», может оказаться, что добро — это зло, а зло — это добро. Они еще меняются местами, вдруг светлые становятся темными, темные становятся светлыми. И все это отличается от элементарной сказки, где от начала до конца чаще всего добро — это добро, зло, зло побеждено в конце, там свадьба, и все счастливо перуют. Здесь очень сложная система, и вдруг в какой-то момент мировое зло под названием Британской империи в глазах Советского Союза вдруг оказываются союзниками. Тут мы в 40-м году вместе с немцами благополучно побеждали мировой капитализм. А в 41-м году мы вместе захватили Иран для того, чтобы не дать немцам получить нефть. И теперь это наши лучшие друзья. А в 50-м каком-то году вдруг оказывается, что Британской империи нет вообще, а есть две страны. И вот они как-то между собой взаимодействуют. Вот все это управляемая реальность. в которой создается тот миф, который сейчас актуален для решения тех задач, которые есть у человеческого сообщества. Ну, например, поставили задачу полететь в космос. Ты, кстати, видел, не видел, в кого превратилась вот эта женщина, которая там Ордена Мать зовёт? Она звала во время войны на фронт, а я брошу тебе очень классный, вот исходя из того, что ты так пропагандируешь эту космическую версию развития человечества, говоришь про то, что там Русь-Украина это так, движение такое замечательное. В 60-е годы она звала людей в космос, в той же одежде, туда, к космическим кораблям. Вот вам новый миф дизайн, вот она звала на войну, мы должны победить этот проклятый фашизм, а теперь мы должны покорить космос. Та же самая женщина, тот же самый персонаж, в той же самой одежде, Родина Мать теперь зовёт в космос. Я показываю, как этот миф продолжается, как он управляется, и кто-то рисовал, кто-то давал задачи, кто-то формировал. Наконец-то Родина Мать сделала что-то полезное. Хорошо, я услышал квалифицирующий признак мифа, заключается он в том, что там идут переходы, зло становится добром, добро злом, светлое темным, темное светлое, что отличает от сказки, где добро и зло обозначено однозначно. Вообще, мы не задались важным вопросом, а что такое миф сам по себе, что такое мифодизайн, уже понятно. А миф, чем он отличается от сказки, нарратива, истории, истории, истории тейлинга, чего-то там ещё, эпоса, романа и так далее? Ну, вот классическое определение мифа специально так как-то приготовилось аморально, универсальное повествование, которое объясняет все базовые смыслы происхождения человеческих цивилизаций, вещей, явлений всего мира через эмоционально иносказательные образы и сюжеты. То есть, это не логическое, например, как создана Вселенная, там был какой-то большой взрыв и так далее, а это вот иносказательное, такое вот образное, как стигмат Иисуса Христа, который символизирует его страдания на кресте, и настолько доходчивое, что с одного образа человек воспроизводится весь... Ну, ты хочешь сказать, что это антология в картинках, да? В комиксах. Антология в комикс. На самом деле, на самом деле, Большой взрыв — это же тоже миф. Его никто не наблюдал, никто его не проверял, как бы, да, это же чисто математическая поэма, такая астрономическая, очень похожая на миф. Еще в 80-е годы, когда я активно читал литературу по астрономии, будучи ни о каком Большом взрыве, никто не говорил. Там были другие теории происхождения, потом вдруг появилась, там, сериалом теория Большого взрыва закрепилась и так далее. Хорошо. Замечательная история. То есть, это принципиальные знания об устройстве мира, которые поданы в легкодоступность, большим массам, эмоциональной форме, на хорошей энергетике, правильно? Задевающие некоторые базовые паттерны в человеке, то есть, она играет по клавишам, на которые человек или массовое сознание не может не отреагировать, правильно? Получается. Замечательно. А что это за паттерны? На какие клавиши давит мифодизайн? На антропологические. Смотри, вот еще один из признаков мифодизайна является то, что мы смотрим все через призму человечества, человечества. Например, мы смотрим на дерево и наделяем его человеческими качествами. Мы смотрим на Вселенную, вот как раз по Большой взрыву, и наделяем ее началом и концом. Начало и конец это свойство человеческой жизни, если верить в такой материалистический вариант. Но если мы начинаем приписывать Вселенной человечность, это явный признак мифа. А если мы еще это оформляем качественно, то это уже становится мифодизайном. Если мы смотрим на какого-нибудь анекдотического волка из... Волка, ну погоди. Нет, нет, даже не... Ну погоди, кстати, там советский волк, а вот этот... Ну что, опять, помнишь, да, этот замечательный наш? Он антропологичен, да еще и нациаминалистичен. То есть он этничен. Это прям наш украинский волк, да. И вот как раз в мифодизайне очень я часто задаю такой вопрос. А теперь представьте себе, что каким бы был заяц русский или российский, даже больше того, украинский, немецкий, там, польский и так далее. Посмотрите, сравните эти сказки и вы там увидите, что там в этих зайцах будут национальные черты прямо отражаться. Очень здорово. И если мы потом начинаем этим оперировать, то мы приписываем эти национальные, этнические, человеческие черты всему вокруг нас. У нас вдруг начинает обладать пёс-патрон какими-то качествами патриотизма украинского. Это, кстати, тоже пример мифодизайна в чистом виде. Пёс-патрон это мифодизайн, созданный, раскрученный в определенной степени. Хотя, как я считаю, недостаточно качественно представленный и сделанный для того, чтобы люди могли с ним обращаться так, как он должен, чтобы он символизировал определенные патриотические качества. Вот так это работает. То есть, мы наделяем вселенную человечностью. То есть, принципиально наделение человечностью и значит возникает что? Возникает эмпатия, такой саспенс, сопереживание. То есть, мы наблюдаем за превращениями вещей через антропологическую оптику, через антропологическую признанку. Мы переживаем за Вселенную или за большие стихийные силы, как за людей. Да, они нас вызывают. Отличная история, хорошо, переходы добра и зла, а мы калифицирующие признаки мифа уже нарастают. Хорошо. Есть ли примеры удачных мифодизайнов из свеженького за 20 век, например? 20, 19, 18, 16, новое время? Да, мы можем двигаться от самого начала, но я считаю, один из самых мощных мифодизайнов это и близкий, этот, аврамический, где так сильно закодировали массовое сознание, бессознательное, что мы в этой истории живем уже 2000 лет. Очень мощный миф. Дальше. Мифодизайн эпохи Возрождения. То, что вы часто обсуждали там с Латыниной и так далее, вот это сложное мышление, когда оно доносится там через архитектуру, то, что делали, если не ошибаюсь, иезуиты, когда они говорили... Барокко, да. Барокко. Барокко – это сильнейший пример мифодизайна. Пример того, чтобы мы через архитектуру повлияли на то, как люди воспринимают реальность, усложнили их мышление и создали вокруг этого огромное количество различных историй, объяснительных каких-то схем, которые приведут Европу к какому-то другому качественному цивилизационному уровню. Это, кстати, пример того, когда поднимали при помощи мифодизайна массовое сознание. Ну, понятно, что мощнейшим мифодизайном являлся призрак, который бродит по Европе. Прости меня, это прямо мифодизайн в чистом виде. Вот, Марксовый мифодизайн, он прямо его метафорически и мифологически начинает этот призрак бродит по Европе, это призрак коммунизма, это прямо начало прекрасного мифа, который зовет человечество к коммунизму, к какому-то другому мироустройству. И он настолько впечатлил некоторых товарищей из страны, которую Маркс считал совершенно дикой и приспособленной не то, чтобы к коммунизму, а даже к капитализму толком, что они провели самый большой известной истории эксперимент на людях, когда мне говорят, что там людьми управлять, не управлять, я говорю, самый страшный, самый большой эксперимент с миллионными, а может даже миллиардными, если посчитать все вместе, жертвами в 20 веке, это эксперимент по построению справедливого социально выстроенного общества, то есть искусственно созданного по человеческим лекалам, то есть давайте мы попробуем относиться к массам как к материалу и разумно построим что-то такое, что будет справедливым, ну или похоже на справедливое, а за это кто-нибудь согласен с этим мифом, мы просто благополучно отправим в лагеря, или поубиваем, или строим культурную революцию, как Китай, или как Красные Кхмеры, там просто будем их уничтожать и насаждать культуру там крестьянскую и так далее, если все это вместе собрать за 20 век, то вот это вот самый кровавый мифодизайн в известной истории человечества. Кстати, нацизм это тоже мифодизайн в чистом виде, потому что все вот эти там тефтонские образы, все эти мускулистые мужчины и женщины, весь этот Вагнер и так далее. Кстати, Вагнер это в чистом виде мифодизайн, ты же знаешь, да, что он написал все свои оперы с целью, что человек заходит на первую оперу, слушает все их и потом оттуда выходит к немцам. То есть он его прогоняет через мифологию немецкую и у человека меняется мировоззрение взгляда и он выходит оттуда. Примеров, как при помощи пластической музыки попытка творения, или даже не попытка, может реальность сотворения немецкой нации. Вот приводить могу и бесконечно их много этих примеров. А были ли в истории удачные примеры мифодизайна или вообще примеры мифодизайна, когда люди не понимали, что они занимаются мифодизайном, но по сути осуществляли мифодизайна. То есть если мы понимаем, что немцы и советы строили сознательно совершенно, Вагнер строил совершенно сознательно, французские просветители строили совершенно сознательно, миф о Кандиде, о дикаре великолепном, прекрасном и так далее, то были ли люди, у которых получился мифодизайна, но они не ставили себе таких задач? Когда то, что получился, я знаю, вы замечательные тексты по поводу Фугояма и всех этих других товарищей, которые объявили конец истории, я не думаю, что они прямо решили прикончить человечество, что сделали это сознательно, сказать, ребята, так, мы заканчиваем эту историю планете Земля, давайте мы закончим эту вершину и цивилизации, приведём её к деградации, разрушению, я не думаю, что они сделали это сознательно, но это всё равно сработало. Видимо, объявили конец, конец истории. Это значит, что в антропологическом смысле слова, точно так же, как было начало, которое там древние греки описывали, опять антропологически, через появление богов, все эти с хаоса появляются, все эти первые боги, первые титаны и так далее, это что, антропологизация Вселенной, вот они там летают, что-то творят, точно так же объявили так, конец игры, всё, тарам-тарам-пам, и массовое сознание бессознательно сказало, ну окей, значит, всё, расслабляемся, всё, можно уже историей не заниматься. И сменило антропотип на запах. Да, и теперь антропотип, как вот вчера, я не знаю, смотрел ты Коля или нет, я спрашивал такой вопрос, как там, ось зла, ось добра, как раздобрела эта ось, разжирела, раздобрела, расслабилась, превратилась в хомячка в банке, который там кушает, бегает в своём колёсике и не задумывается о том, кто кормит его, кто за ним убирает, и что происходит. Ось добра раздобрела. Отлично. Как, если мифодизайн способен сменить антропотип, как вообще он глубоко проникает в мифодизайн? Насколько глубоко? Какое крайнее достижение мифодизайна мы знаем? Генетически. Достижение, может быть, достижение даже в кавычках. Ну, вот генетически. Северно-корейцы создали такой, ну, вот тоже пример мифодизайна, такого тотального, где они там фантазируют, как хотят, что они там на солнце летали или что-то, побеждали где-то. Они перевели к тому, что в среднем северно-корейцы стали меньше по росту и по весу, чем южно-корейцы. Они были по роду людей. Плохое питание, может быть, нет? Естественно. Так, ну, частью этого мифа являлось то, что ты должен питаться очень скромно. Мясо ты ешь там несколько раз в год. Это часть мифа про то, что такой образ жизни это нормально, это хорошо, это правильно. А вот тот, который образ жизни, где-то люди много едят и так далее, это все неправильно. Они живут там через несколько километров друг от друга, и одна и та же единическая группа. Но они вывели другую практически породу людей плохим питанием и плохим воспитанием, если так говорить. То есть, можем сказать, что вящий и полицидный, а может и прямо открытый целью мифа дизайна является выведение новой породы людей. Например, советский народ, правильно? Да. Или там истинные арийцы, например. Верные цены чучхе, верные цены и так далее. Или, например, американский образ жизни, то, что мы называем. И так далее. То есть, это высшая форма. Награду мифа дизайнеру можно давать, когда он вывел новую породу людей. Правильно? Я вот говорю, это побочный эффект. Нам нужны, ну, ты наверняка знаешь, не знаю, наши зрители будут за эти ресурсы, не заинтересуются, ты знаешь про школу Братовского. Конечно. Вот. Он выводил новую породу актёров. Это свое известное дело. И не он один. Да. И вот я скорее сказал бы, что это не конечная цель мифа дизайна, а это необходимый элемент. То есть, нам нужны для решения таких актёрских задач, для решения такого мифа дизайна, нам нужна такая порода актёров, которые были бы способны на первое, второе, третье, десятое, по Станиславскому вот так, по Гратовскому вот так. Это исполнители. Это антропотип, который будет исполнителем, вот смотри, например, антропотип, необходимый для мифа дизайна Спарта, это мускулистый, здоровенный дядька, правда, с такой ориентацией достаточно смешанной, там и мужчины, и женщины, и мальчики, и всё остальное, и там они воевали хорошо, потому что там были пары мужские, которые друг за друга по-настоящему стояли, они любили друг друга по-мужски. Вот, они вывели такой антропотип, и внутри одной Греции там были Афины, где были совершенно другие, изнеженные и философствующие мужи, и были вот эти. Это были эксперименты, когда мифы выводили породы людей так же, как человеческое стремление выводило породы собак, кошек, деревьев с полезными плодами и так далее. Вот как это работает. Но это часть, это часть материи. Конечной целью мифодизайна что является? Исполнителей мы вырастили, например, дальше. Что в конце? Для чего всё это? Чтобы что? Для решения актуальных задач, стоящих перед цивилизацией. Если мы направляемся в космос, нам нужны люди с мышлением космонавтов. Люди, которые хотят, или астронавтов, которые хотят вот в это звёздное небо отправиться. Если мы столкнулись сейчас, например, перенаселение или какие-то задачи, которые стоят перед цивилизацией, как Илон Маск, к которому я отношусь сейчас уже достаточно странно, с его идеей, он, слышал его обращение к марсианам, нет? Нет. Вот по поводу антропотипа дарю тебе, я не скажу, какого числа он это сделал, но это ещё когда, это сильно, сильно. можно найти иду. Он говорил, на Земле живут две породы людей. Одни готовы отправиться на безжизненную планету и вдохнуть в неё жизнь, а другие готовы остаться на своей родной и убить жизнь до конца. Я обращаюсь к первой. Мы летим на звёздном. Вот два антропотипа, глобальная. Человечный сейчас решает вопрос, будет ли оно межпланетным, таким или многопланетным видом, или оно замкнётся на планете своей и будет решать вопросы по дверей поступления, там, экологические, экономические, там, ещё какие-нибудь, там, демографические и так далее. Вот понимание того, какая задача стоит, даёт мифодизайнеру представление о том, куда мы двигаемся, во что мы двигаемся, какая порода людей, какая порода отношений нам нужна для того, чтобы эту задачу решить. Ты правильно говоришь в эфирах, что у Запада сейчас нет той породы, нет этого антропотипа людей, которые могли бы решить его задачи, которые перед ним стоят уже прямо в лоб, да, вот они. А они попали в другой мифодизайн, мифодизайн конца истории и вырастили людей после конца этой истории, после конечников, как я их называю. Они после конечников, они всё уже, они в отпуске, они на ментальной пенсии живут, всё, у них там, уже всё хорошо, можно расслабиться, они расслабились. И получился такой антропотип раздобревших европейцев, которые сегодня, столкнувшись с цивилизационным вызовом, просто не в состоянии его решить. А беда в том, что они 400 лет были главным провайдером антропотипа и мифодизайна на нашей планете. То есть центральный провайдер, просто в ней коллапс наступил. И они больше не в состоянии транслировать лидерские какие-то идеи для нашей цивилизации. Ну и цивилизация как бы оказалась вся под вопросом. Вот и всё. Прекрасно. А кто заказчики мифодизайна? Ну, сейчас мы можем удариться в теорию заговора, что есть какие-то там масоны, с которыми... Можно задать вопрос у нас? Кто может быть заказчиком мифодизайна? Человек с идеологическим складом ума. Я сразу скажу, что идеолог — это не самоназначение, не профессия, а определённый склад ума как философ. Философ может получить диплом философа, но не быть философом. А человек может быть всякого диплома, что он закончен в философской факультете, быть с философским складом ума. Есть идеологический класс ума. Что это значит? Человек понимает, какие идеи являются решениями данной конкретной политической, экономической или социальной или культурной ситуации. Он понимает, что вот эта идея уже не работает, нужна какая-то другая и какая она нужна. Это человек, который в состоянии производить интересные идеи, мыслить на уровне идей, квалифицирован так же, как шахматист мыслит на уровне разных комбинаций, партий и так далее. Например, 14-й год. Мы теряем Крым, происходит что-то на Донбассе. Вопрос, какую задачу решает Украина? Это война, не война вообще? Мы должны мобилизоваться или должны договариваться? В чем задача? В какой миф мы пойдем? С того июля страна огромная? Или мы пойдем в миф, что мы один народ, вообще нужно воссоединиться с Крымом, присоединиться к нему всей Украиной? Разные же могут быть идеи. Или мы должны пойти в Европу? А в какую Европу? А как? С какой стати Украина должна куда-то ходить? Всей страной куда-то должны встать, уйти, мы же не кочевники. И так далее. Вот какая идея приведет к тому, какие задачи решает страна? Такой человек мыслит хотя бы страной. Хотя бы своей сферой, например. Ты знаешь же, как артист, что кто такой худрук? Худсовет, худрук, театр, правда ли, да? Это человек, который определяет политику театра. Который понимает, чем отличается большой театр, малый, современник и так далее. Который делает этот театр театром именно таким. И ты знаешь, что худруков в Советском Союзе выпускали только в Москве и в Питере. Не доверяли даже Союзным Республикам. То есть вот эта вот театра есть философия, есть идеология театра. Именно данного конкретного. И вот идеолог определяет задачу, он ее ставит, он ее понимает, он как бы в общении с другими идеологами он ее уточняет или может быть меняет. это идеология, я считаю, направляет историю цивилизации. Идеологически куда мы двигаемся? В русло каких идей? Сейчас мы, например, идеологически движемся в монополию демократии. То есть демократия на светлой стороне, автарки на темной стороне. Те государства, где государство выше, тоже вчера про это в эфире говорил, это пионерское мышление. Помнишь, да? Общественное выше, выше личного. Да здравствует Северная Корея, да здравствует Китай, да здравствует Иран и так далее. А есть страны, где личное выше общественного. И тогда мы можем ради интересов бизнеса просто придать национальные интересы государственные. Это тоже идея, только личная. Идеолог понимает, какая задача сейчас стоит, он может поставить задачу. Проблема Европы не в том, что они не решают задачи, что они их не осмысливают. Современная Европа, Америка, там не так много людей, которые в состоянии понять, какую задачу нужно решать и какие условия задачи. Идеолог это кто-то понимает. Он, собственно, направляет. Так же, как мы говорили про барокко, то есть они говорят, сейчас нужно усложнять мышление. так же, как говорили про иллюминатов или просветителей, как их называли. То есть они считают, что сейчас человечеству нужно, европейской цивилизации нужно вот это, они ставят задачи. Кто исполнитель? Исполнители. Здесь я с удовольствием... Роботы-вершители, роботы-исполнители. Да, конечно. Здесь можно и так. Можно посмотреть фильм «Круга стреляет собакой». Помнишь, там был идеолог? И был вот этот продюсер, который там собрал людей творческих. Исполнителями являются в первую очередь люди искусства, люди культуры, люди творчества, люди, которые в состоянии создавать реальности, люди, которые в состоянии прописывать реальности в чувственных органах для понятных, доступных для понимания масс. и там тоже есть четыре признака, очень простых. Значит, это должно быть основано на фактологии, то есть нельзя отрываться и уходить в какие-то там дебри, концепции, это всё на фактах. Дальше, это убедительно, это логично, это доказательно, то есть мы делаем это так, потому что, для того, чтобы, чтобы что. это высокохудожественно, впечатлительно, то есть это воздействует очень хорошо, такое высокохудожественное исполнение, тоже тебе, как человеку, который связан с искусством, в том числе и сам творит, понятно, что, например, то или иное исполнение, например, Гамлета, какое-то более высокохудожественное, какое-то более интересно, какое-то более глубокое, какое-то более многообразное, какое-то менее, опять же, с точки зрения масс и решения задач. И последний конкурентоспособный. Этот миф должен побеждать окружающие мифы, и он должен побеждать предыдущие мифы. Он должен пойти куда-то дальше. То есть миф о Христе должен был сконкурировать с мифами о Геракле, который тоже сын Божий, и показать какую-то другую перспективу движения человечества к любви, к каким-то другим смыслам, чем было до этого. Новый завет принёс я вам. То есть это должен быть конкурентным. Факты, логика, художественное исполнение и конкурентность. И тогда ведь те люди, которые это всё творят, в соответствии с задачами, которые понимают идеологи, всё вместе создают ту реальность, с которой мы потом живём. Ты, наверное, не успел посмотреть интервью Путина Таккеру, да? Это вчерашнее. Но уже выжимки есть. Как ты думаешь, вот эта концепция, которую задвигает Путин, можем её даже назвать. Сейчас я назову, чтобы мы не были голословными, и наши зрители понимали, о чём идёт речь. Там краткую выжимку из интервью, скажем. Будем иметь возможность оценить. Секунду. Значит, Путин заявляет Таккеру следующее. Украину придумали поляки. Украина и чувствует себя русскими. Россию все обманули, мы войну не начинали. Значит, Украина – искусственное государство, созданное по воле Сталина. Раз. Название Украина придумали поляки. Два. Хмельницкий просил русского царя взять под сильную руку украинские земли. Путин принёс даже письма, показал соответствующие. Идеи использования украинизации на русских были придуманы австрийским генштабом перед Первой мировой войной. Дело Гитлера живёт на Западе. Мноты обещали не расширяться на Восток, но они нас обманули. Всё ли вы берёжете Днепра, включая Киев, это исторические русские земли? Мы так не договаривались. Это вступление Украины в ЕС. После развала СССР Россия ожидала, что её примут на Западе, и её обманули. В 2005-2014 годах в Украине произошёл государственный переворот, поддерживаемый западными спецслужбами. Войну начали украинцы в 2014 году. Наша цель – закончить её. Россия была готова реализовать Минские соглашения, украинские власти отказались их выполнять. Россия по-прежнему собирается деноцифицировать Украину. В 2022 году Россия и Украина в Стамбуле были близки к заключению мирного соглашения. По совету Джонсона Украина от этого отказалась. Вооружённые силы Российской Федерации могут быть направлены в Польшу, но только если она нападёт первой. У Москвы нет интересов ни там, ни в Латвии. Россия всегда готова к переговорам, в отличие от Украины, которая по указке из США от переговоров отказалась. И Карлсон после интервью заявил, что Путин начнёт ядерную войну из-за Крыма, если будет нужно. Как тебе этот миф и дизайн? Ничего нового. С 2004 года практически в том же состоянии, но может быть более агрессивно сейчас. Я бы не сказал, что это миф и дизайн, я даже не сказал, что это идеология. Это политика, обычная нормальная политика, где государство, которое сейчас ищет свой миф и дизайн, это Россия, она ищет, она пытается сохранить статус-гло и субъектность в режиме такой колониальной империи, в информационном плане. Проблема заключается в том, что во всех этих тезисах присутствует, за всеми ними присутствует один единственный миф об отсутствии Украины как таковой, что её нет как субъекта. Кто-то её придумал, кто-то что-то с ней сделал, поляки. То есть всё время центр Украины выносится за пределы Украины. Центр принятия решений по поводу Украины, создания Украины, он выносится куда-то за пределы. И Украина всё время формируется, что Хмельницким, что поляки. Всё время присутствует один и тот же паттерн, что центр управления Украиной находится за пределами Украины. Ну то есть путинский миф же отрицает, что он утверждает Россию методом отрицания Украины, правильно? Даже не совсем так. Методом определения мифодизайна Украины в режиме провинции. Провинции России. Они говорят, что Украина не самостоятельна, она является нашей частью, всегда являлась. Ну и не обзаблунковалась. Да, или чьей-то частью. Всегда чьей-то частью. Это просто чья-то провинция, такая мятежная провинция, которая как-то пытается возомнить себя страной и постоянно воюет с теми, кто более-менее нормально её управлял. Из Варшавы, из Москвы или из Вашингтона. Неважно, по указке. Вот смотри, я прослушал все тезисы. Вот очень грамотно ты. В них почти во всех присутствует, что Украина управляется или должна управляться извне. Вашингтон ли, Варшава ли, Брюссель, там Москва, неважно, но не Киев. Вот Киев сразу указывал, что это исторически часть Москвы, часть России. И вот этот мифодизайн, который они пытались строить, он на самом деле обрушился в тот момент, когда они отказались от проекта Новороссия. Это был очень серьёзный, кстати, вызов, потому что тогда они создавали бы некую альтернативную субъектность на территорию Украины, причём довольно такую могучую. Она же должна была охватить всю левобережную Украину и могла сформировать и национальную идентичность. И до сих пор помню, как один мой коллега рассказывал, что происходило в Луганске, когда туда активно зашли в московский мифодизайнер, когда там идеологи приехали, Сурковск отправил людей. На блокпостах было дано такое указание, когда человек пропускает туда-сюда, говорит, в моём присутствии женщину не пускает, говорит, ты кто она? Меня так говорят. Нет, ты Новоросска, запомни, ты Новоросска. Если ты Новоросска, проходи. Если нет, я тебя не пускаю. Вот всех принудительно, чтобы люди сформировали такую самоидентификацию Новоросска. Или как в своё время Ельцин, дорогие россияне, он впервые ввёл им самоидентификацию. Путин пытается сделать украинцев россиянами, и я думаю, что это гибельный путь. Он невозможен по определению. А украинцы пока ещё не могут позволить себе понять, что такое русское наследство. Пока идёт война за русское наследство. На востоке Украины идёт русско-российская война. Вот это мефодизайн. Русско-российская война. Так что Русь — это здесь, Россия — это там. Пускай они себя так уже... Мы их назвали в своё время, Прокопович их так назвал, да бог с ними. Пускай не хотят быть москалями, пускай будут россиянами. Но Русь — это здесь. И вот если это не происходит, если мы не говорим про то, что это тысячелетняя история здесь, что отсюда центр, что мы государство, что мы всегда им были, мы не выстраиваем этот единый мефодизайн, мы всё время чья-то часть. Вот мой комментарий. Ну, давай так, несколько тезисов тогда будем расшивать. Первое. Всё это стало возможным только потому, что у нас нет нормального мефодизайна. Правильно? Да. Второй тезис. Тебе не кажется, что русские, россияне, точнее белорусы и украинцы — это три неудавшихся мефодизайна? Давай так. С белорусами я не могу судить, я не так хорошо знаю, какими мефодизайнами они занимаются, потому что они занимаются, с моей точки зрения, такой реминисценцией, восстановлением советского. То есть у них фактически советский мефодизайн, у них КГБ, у них вот это вот всякие колхозы, всё вот это вот так вот. Я имею в виду ещё в советской логике. Советская логика, она же была многоуровневая, такая многоплоскостная. С одной стороны они ковали единый советский народ, с другой стороны были народы республик. Хорошо. Да, сплотила навеки Единая Русь. Под Единая Русь они понимали три государства образующих народа, белорусский, российский и украинский. И я к чему говорю, что, например, модерные украинцы, белорусы и россияне не успели сформироваться, как модерные нации. Поляки частично успели, немцы успели, французы успели, британцы успели, Европа – это парад модерных наций. До нас модерн дошёл поздно, мы не успели. И их начали создавать в XIX веке усилиями национальных философов, поэтов, идеологиев, родомыслов и так далее, не успели. Революция начали создавать советский народ. Советский народ тоже не успели досоздать до конца, потому что развалился Советский Союз. И мы такие в переходном положении, как Аксолотли, которые никогда не развиваются до стадии взрослого особи, а такая полулечинка с этим самым. Не стали модерными нациями, не стали Советским Союзом. По-хорошему, если люди бы это понимали, руководящие, они бы занялись сейчас профессиональным мифодизайном, правильно? Потому что нельзя оставлять народы в такой полуразвитой стадии, в стадии перехода, в стадии из личинки в куколку или из куколки в бабочку. Она должна стать кем-то. И нам нужен мифодизайн. Единственное, кто, по-моему, понял это в бывшем Советском Союзе, это казахи. Прав ли я? Ну, я не беру страны Балтии, которые просто быстро себе восстановили тот мифодизайн, который у них был тузом. Они просто вернулись к тому, что было. Да, то, что было. Я не беру сейчас армян, у которых очень мощный мифодизайн, но который никак не может лечь на их текущую историю, то есть их исторический мифодизайн, очень сильный. Ты же знаешь, да, с чего начинался в свое время история Советского Союза? Урарту, конечно. Урарту. С армянского имминистратора. Читали самые древние государства. Я тут докопалит мифодизайнеры советские, конечно, туда. У них там все это мощно, но он не решает текущие задачи Армении, поэтому она теряет территории, и теряет массовое сознание вообще в понимании того, кто они и куда идут. Да, казахи. Да, казахи, они полностью создали всю систему мифов, то есть космогонический миф, политический миф, исторический миф и так далее. Представляешь, в школах, где я видел большие города, там Шенкент, Алматы, Астана и так далее, в школах Казахстана, в обычных таких районных школах, в окруженных пятиэтажками, панелями, на стене висит, вот ты заходишь в школу, висит такой большой, очень-очень-очень длинный плакат, где начало этого плаката, это золотой человек, который они нашли, это пять тысяч лет назад, это их история. Дальше, вся их история нарисована, как на линии такой жизни, государственности. Нынешний момент, и вперед на две-три тысячи лет, куда они двигаются. То есть они детям, десять лет, этот ребенок ходит бимо этого плаката, он понимает, что впереди существование две тысячи лет, куда они будут двигаться, каким они станут, куда они будут развиваться. Они выстроили систему архитектурных различных сооружений, для того, чтобы этот мифодизайн поддержать, и они активно работают это в национальной политике, они сформировали мифодизайн казахской семьи, там не считается, что четыре ребенка, это много, четыре, они единственное государственное, посоветственное пространство, которое приращивается, у них рост народного населения. Ну, а Азербайджан еще растет. Да, ну, я их тоже не беру, кстати, Азербайджан тоже очень мощный. Тоже осуществил мифодизайн, очень качественный. Шикарнейший мифодизайн, я вот военный, милитарный мифодизайн их изучал, это показывают тоже. Так что, молдаване создали свой мифодизайн, ты знаешь, что они таки, что они там победили Римскую империю, там как-то остановили, там той Молдавии, да, они создали свой мифодизайн. У меня такое ощущение, вот этих прогулов в конечном счете просто потеряло понимание того, что это нужно, что это консолидирует нацию, что это создает вектор движения, понимание самоидентификации самих себя, национальной идентичности и тому подобное. Ну, мы имеем прямое материальное следствие. Давай так скажем, те страны постсоветского Союза, которые осуществили эффективный мифодизайн, у них растет население. Растет. Украина в два раза потеряла население. Падение Советского Союза, да, и можно сказать война, а что в Азербайджане не было войны. Они проиграли первую войну. Разгромно, причем проиграли с позором. Вылезали из страшного поражения, но ими качественный мифодизайн позволил им вытащить страну и прибавить население. Они чемпиона, они 40% добавили с 1991 года. Казахи, по-моему, только 19 или что там, около того. И так далее. А есть другие следствия, кроме этого, хорошо развитого мифодизайна. Материальные, которые можно было бы проверить, например, в цифрах, кроме прироста населения. Я могу, я материальный, я бы скорее даже психолог, но фактически я вижу, что по Казахстану у них есть, я с ними активно работал много лет, там регулярно, приезжал в течение 15 лет к ним. У них есть экономические показатели. То есть, они их ставят, они их достигают. Например, они к 30-му году собираются удвоить ВВП, а до этого они еще какие-то вещи достигали. Это немного попахивает Советским Союзом в этом плане, но они определяют цели для нации, цели для экономики, цели для политики. Слушай, принц Салман, который осуществляет новый мифодизайн Саудовской Аравии, точно не пахнет Советским Союзом, хотя он делает то же самое. Да. Правильно? Дальше. Следующее. Интеграция. Даже не самодификация, а инклюзия. Я тебе, по-моему, рассказывал, но наши зрители пускай посмотрят. В Казахстане вот этот Байтирек, это башня посредине Астаны, которая символизирует создание мира. У них там мир создавался из какого-то золотого яйца, там что-то такое. Ну, в общем, это золотое яйцо парит над всем Казахстаном на огромной высоте на этой башне. Туда можно подняться, там обзор, все красиво. Но посредине всего этого золотой, из реально золота шар, который можно потрогать, в нем впечатана рука первого президента и вокруг этого шара подписи руководителей всех мировых конфессий религиозных, которые благословили государство Казахстан на то, чтобы оно было там счастливым, благосостояние и так далее. И они регулярно собирают представители всех конфессий, они создают вот этот вот, они наследуют ЕСУ, помнишь, да, у Чингисхана, он говорил, что я признаю все конфессии, я встречаю всех представителей всех религий благословно. Они восстанавливают свою связь с империей Чингисхана, с тем мышлением, с той философией, которая была тогда. Да, у них даже словарь меняется и поменялся, и на слово ОРДА, применяемое к России, они очень болезненно реагируют, они говорят, мы ОРДА, ОРДА это совсем не то, что вы думаете, там и так далее. Постоянно пытаются в русскоязычном пространстве бороться за правильное словоупотребление с их точки зрения. Замечательно. Они сформируют, ну то, что можно проверить в информационном пространстве, это здорово, они четко вычищают, они нам сказали, мне говорили, ребят, вам повезло, вас только обокрали, нас обозвали какими-то дикарями, какие мы дикари, если мы смогли выстроить империю самой большой в известной истории человечества. От Адриатического моря до Тихого океана. И так далее. Это все управлялось, это все администрировалось, работало и так далее. Обозвали дикарями, там, какими-то страшными, в каких-то вонючих шкурах и так далее. Это совершенно не то, мы цивилизацию принесли в Москве. Это да, УЛУС, это просто часть, как бы, которая описывает провинцию этого всего. Ну, ИГО, это же белое государство, белое, это по части цвета, это западное, то есть оно по отношению к ним было западное. ИГО, это мало кто знает, но ИГО, это не ИГА, как нам говорят, это не состояние оккупации, например, а ИГО, это частью, как это, Северо-Восточная Русь называлась частью Орды и была ИГО, белое государство. Белое, значит, западное, там была прямая корреляция между сторонами света и цветами. Хорошо. Тоже мифодизайн, Алексей, тоже мифодизайн, световой, понятный, четко структурирован. Четко понятный, людям, которые не все были грамотные, по цвету, все понятно. Тут возникает вопрос, но не вопрос, а мы невольно коснулись темы черного мифодизайна, мифодизайна разрушающего, да, он же тоже существует, плодится, да, вовсю и так далее. А можешь наиболее попьющие примеры черного мифодизайна, который на разрушение работает? Ну, давай так. Я его называю мифодизайном и информационным терроризмом. Задавая этого терроризма разбить несущие как бы конструкции, ну, давай возьмем то, что точно все русскоязычные знают. Это то, что происходило в конце 80-х, начале 90-х годов с Советским Союзом. Вот это несущая конструкция этого государства, которое претендовало на то, что придет человек к коммунизму, там будет все прекрасно и новый рассвет человечества. Вдруг эти люди начали считать себя какими-то неудавшимися совками, они начинали обзывать, начинали говорить «эта страна, вот один из признаков это дистанцирование от собственной страны собственного народа». Когда человек говорит «вот эта власть, это государство, это твое, это ты выбирал, это ты в этом живешь, это твое». Я вспоминаю, когда моя коллега переехала в Израиль и я приехал через 6 месяцев с ее переезда и она везет меня из аэропорта, к ним в гости и она говорит «вот у нас в Израиле». Я говорю «так, подожди, когда стало у нас? Ты Оксана, ты прожила 32 года в Украине, как давно стало у нас в Израиле? Как быстро ты поняла, что у нас это Израиль? И когда человек начинает дистанцироваться от этого, когда он начинает воспринимать в режиме неоднозначно, сомнительно вот это все как будто бы ненастоящее, как будто бы искусственное, вот это признак того, что черный мифодизайн начинает работать. Мы начинаем разрушать основополагающие аксиоматические основы. Давай вспомним, как Советский Союз то же самое делал с православной религией. Он не боролся с ней, точнее пытался вначале, но только привело к всплеску наоборот верования. Он начал формировать так называемый научный атеизм. То есть вы хотите в Бога верить, верьте, просто его нет. Один мир заместили другим. Да, вот такой атеистический и вот это разрушало. Ну, то, что сделала Европа, мы уже обсудили, она сама себе уничтожила мифодизайн того, что Европа действительно это центр, европоцентричность, 400 лет европоцентричности, теперь вопрос центр чего. Я помню очень такое яркое заявление одного из руководителей Индии, когда начались вот эти вот все вопросы с тем, что Европа справляется или не справляется с задачами. Он говорит, возможно, Европа поймет, что прошло то время, когда проблемы Европы были проблемами всего мира, а проблемы всего мира не были проблемами Европы. это время европоцентричности, когда если что-то у нас не так, то это тогда и у вас не так. Это еще один пример черного мифодизайна, разрушение этого всего. Ну и то, что делается во время войны, то как ставится под сомнение, вся вот эта речь Путина, про которую ты сказал, это пример черного мифодизайна в отношении Украины. Это пример разрушительного, концептуально разрушительного нарратива, задача которого просто как вируса взорвать все, заразить все файлы, заразить все мозги, создать состояние неуверенности и готовности просто бежать. Еще классный пример, может быть, ты его знаешь, может быть, нет. Мне вспоминается один из моих учителей, профессор Назаритян, он мне рассказывал, как Советский Союз выстраивал информационные компании в странах Латинской Америки. Советский Союз уже тогда управлял, создал мифодизайн вот этого светлого будущего для бывших колоний. И как Советский мифодизайн проиграл американскому в Чили. Знаешь, да? Вот Альянды, помнишь, там Пеначет? События я знаю, но... Пеначет захватывает власть. Альянды там постреляли, всех посадили, там на самом деле 17 человек расстреляли на стадионе и сделали опять-таки из этого страшную трагедию. Да, трагедию приблизительно с такой же целью, с которой работали публичные гильотины во время французской революции и так далее. Вот народ, там такой горячий, революционный, он затаился и начал готовить восстание. И американцы пускают следующий нарратив, следующий миф, что оказывается, ну, там, военные все блокировали, Пеначет заявил, что в государстве там они держат контроль. Ну, пустили слух американцы, что где-то на севере мятежный генерал Прац, я всегда запомнил эту фамилию, хотя учился в начале 90-х, мятежный генерал Прац не подчинился Пеначету, собрал вокруг себя всех демократически настроенных офицеров, там к ним присоединяется армия, повстанцы, вот они двигаются и скоро они освободят. Ну, естественно, логика подпольщиков надо подождать, пока они подойдут поближе и помочь своим восстаниям, тем все, они начали готовить восстание. И настолько хорошо Пеначет контролировал информационную пространство, что этот слух циркулировал мощно, перешел в западные СМИ, там, какие-то другие и дошел до того, что в Советском Союзе, который вещал тогда, Чили, держитесь, мы с вами, все вот там не пройдет, диктатура, советское радио, которое вещало на Чили, оно захватилось вот этой дезинформации, и сказали, держитесь, скоро придет там генерал Прац, он вас всех освободит, мы с вами, и так далее. Вот после того, как Кремль заявил это все, выходит на телевидение этот генерал Прац, говорит, да я вообще патриот своей страны, вот ты на Чет, я на самом деле на стороне сил порядка и справедливости. и вчерашние патриоты, которые думали, как сражаться за эту страну, начали думать, как из нее бежать, потому что они полностью сломали, взяли, создали миф, а потом его сломали, и, ну, Пиночет сделал то, что он сделал, можно по-разному оценивать, можно сказать, что он привел страну к каким-то экономическим показателям, можно сказать, что он там демократию не сделал, но он потом, в конечном итоге, отошел, Чили сейчас демократическая страна с хорошей экономикой. Вот пример такого разрушительного мифодизайна, созданного, проработанного, красиво осуществленного, сделанного и такого мощного, что он захватил даже Советский Союз с его на тот момент очень мощной агентурой, которая должна была, по идее, все это проверить, но они на это дело купились. Идеологи победили просто. В свое время Советский Союз провел операцию Трест, когда подсунул Запада несуществующую монархическую организацию, и Запад тоже поверял, включая британскую разведку. То есть это все взаимно. Тут вопрос такой, «Как ты оцениваешь современные украинские мифодизы, которые восходят к ОНР, субъектом является Институт национальной памяти? Если не хочешь говорить, не говори, может тебе не с руки». Я сейчас буду аккуратно. Да. Говорить там буду говорить аккуратно. Да. Хорошо, что занялось. Ну, что вообще, что есть вообще. Хорошо, что он есть, это уже победа. Что это, осознание того, что это нужно делать, и что это должно присутствовать в информационном пространстве. Это хорошо. Другое дело, что, помнишь, замечательный анекдот, грузин говорит, «Роял купил, ноты купил, играть не купил». Квалификация. Я не говорю, что конкретные люди не квалифицированы, или там кто-то хороший, или плох, но понять, как это работает, это значит создать высококачественный продукт. Наличие Одесской киностудии в Украине 32 года ее независимости не определяет наличие фильмов, которые могли бы быть конкурентоспособны по отношению хотя бы даже к российским. Просто наличие. А вот поставленные задачи, государственная политика, я не знаю, я следил, как вот этим всем этот мячик перебрасывали. Вначале Минститута пытался заниматься мифодизайном, потом перебросили Министерство образования, теперь Институт национальной памяти. На прошлой неделе меня пригласили прочитать лекцию по мифодизайну в Институт молодежи спорта. Они стараются все это сделать, но в конечном счете все решает вопрос, решается идеологическую задачу или не решает. То есть вот этот продукт, который он создает, он решает или не решает. А как это решает, происходит аллюзия. Люди включаются, люди хотят быть частью этого. Как вот израильский мифодизайн, люди приезжают, когда начинается война из других стран, чтобы воевать за свою страну. Да, как? Консолидируется общество для решения задач. Или оно, наоборот, становится эксклюзивным, начинает сегментироваться. Вот этих свой мифодизайн, там, галлицкий, у этих свой мифодизайн, у этих свой, тут военные, тут те, тут те. Это все разбивается на отдельные пазлы. У каждой свой маленький миф, который их объединяет, причем объединяет даже против других. Вот критерий качества. Вы создадите, у вас настолько большое мышление, чтобы создать миф, который будет интересен и охватит всю страну? Или нет? Пока у них мышление поставить в качестве мифологии, мифологию трех западных областей, да еще в короткий период борьбы с полонизацией. Натянуть на огромную страну, многообразную, да, с тысячелетней историей. Не налазит, не прорвется. Критерий очень простой, мы можем сказать. Сегодня ключевой экзамен для украинской государственности является способность мобилизоваться. И миф о дизайне это тот, который миллион добровольцев приведет добровольный военкомат. Заметьте, в России 40 тысяч добровольцев приходят каждый месяц в военкомат, а у нас хватает на улице людей. К вопросу о миф о дизайне. Хорошо, материальный критерий. Теперь мы, возникает вопрос так, вы знаешь, как это, секунду, мне я вспомнил старую спортивную шутку, как это, я как тренер дал игроку все, просто он не взял. Это про тебя скорее. И украинских миф о дизайнерах. Так вот, что я хотел сказать дальше. Значит, автоматом получается, что наличие белого-черного дизайна, да и миф о дизайне, да и просто диалектическое развитие человеческого общества, простите за такую фразу, приводит к тому, что миф о дизайне нужно периодически пересматривать. Ну, то есть, мифы ветшают, изнашиваются, меняются ключевые задачи, мотивация, правильно, и нужно новый миф творить. Каковы признаки того, что необходимо уже творить новый миф? На государственном уровне, например, на страновом. Я рекомендую всем почитать Томаса Куна про смену парадигм. Структура научных революций. Да, только тут структура не научных революций, ну, там на примере науки, а здесь на примере мышления. То есть, накапливается такое огромное количество реальных свидетельств того, что вот это не работает, что миф перестает выполнять свою консолидирующую и направляющую функцию, то есть перестает быть социальная конвенция, с которой согласны все определенным сценариям. Или большинство, да? Или большинство, которые двигаются. И, ну, Ватикан вынужден признать существование космоса. Там или там чего-то еще, или там сказать, что вот так как-то мы погорячились с Коперником, там или с кем-то, да, другим, там что вот, ну, как бы есть там протоны и так далее. Но они периодически пересматривают свои догматы. Ватикан, как консервативная организация, если он такое делает, неплохо бы делать это и другим. Они и государства, да, и великие. Ну, то есть мы можем назвать признак прекращает мотивировать, правильно? Это все очень хорошо видно на материальном уровне. Он прекращает мотивировать, а это экономические показатели, показатели в области безопасности, количество народонаселения, качество народонаселения, в смысле образования и все остальное. Логика понятна. Мы-то кто-то разумный, нужно сказать, ребята, стоп, нужен новый миф от дизайн. А каковы сроки при современных средствах донесения информации, разработки и инсталляции нового миф от дизайна? Сколько лет нужно? Это не годы. При современных коммуникативных технологиях создание чего-то, что действительно захватывает людей, очень быстро. Если продукт качественный, он распространяется вирусно. Давай вспомним небесную сотню. От момента, когда произошел расстрел и до момента, когда возник вот этот образ небесной сотни, истории про вознесение, массовое сознание очень быстро отреагировало огромным количеством картинок, муралов, чего-то еще, вопрос в другом. Даже орден небесной сотни создали. Вопрос в том, что государство не занялось дальше этим. Оно просто массовое сознание что-то нам бросило. Мы это и бросили на уровне того, как это было. Но до сих пор нет стандартизированного какого-то представления, что такое небесная сотня. У нас не установлены памятники погибшим небесной сотне на их родине. В общем, государственной политики в этом положении просто не было продолжено. При том, что никто этому особо не мешал. И оно не затрагивало ничьи политические интересы, потому что люди просто погибли, это мертвые герои. И практически в любой стране мира, уж простите меня, цивилизованные, из этого сделали бы целый национальный миф, мощный, сильный, который там чтят, помнят. И все герои, я вот в свое время слышал даже такую идею, что небесная сотня может претвориться в наиболее в арту Украины, это все погибшие за Украину герои, за ее демократичность. Из этого такой красивый миф можно было сделать. Просто бросили на полдороги. Начали. Массовое сознание реагирует. Оно говорит, нам нужен вот такой миф. Смотрите, вот он здорово нас консолидировал. Мы прямо мобилизовались на этом все. Но дальше же должна прийти государство, дальше должна прийти государственные институты, которые это продолжат сделать квалифицированно и профессионально, а не так, что это просто где-то бросили. Я уже смотрю, сколько лет не награждают, ничего не празднуют, ничего не делают. Я не говорю, что это нужно делать. Я просто показываю, как это не работает у нас в стране. Какое огромное количество у нас праздников? Ты знаешь, что количество праздников должно быть, ключевых праздников должно быть пять. Пять. День рождения страны обязательно. День консолидации страны обязательно, когда все в еднане какое-то. Дальше. День жалобы страны, когда герои погибшие, когда все приходят, что-то делают, вспоминают и так далее. Дальше. День уникальности страны. Когда вот это у нас такой особый день, например, день вышиванки, ни у кого такого больше нет. У нас такой особый есть день, который нас самодифицирует как украинцы. И день мобилизации страны. Вот в советское время они не зря делали, ну они пока экспериментировали в начале 30-х, 20-х годов, когда они там собирали этот металлолом, какую-то уборку делали. Да вот, когда все вместе выходят на улицы, радостно, под радостной марши чего-то там собирают, чистят свое пространство, чувствуют локоть друг друга и тому подобное. Или там, потом это превратили в первомайские шествия. Хотя, понятно, что Советский Союз это все сделал кандомом и в итоге это перестало работать. Ну вопрос в другом. В каждой стране это есть. Там день взятия Бастилии. Кстати, ты знаешь, что День независимости есть только у тех стран, которые были колониями? Это же очевидно, конечно. Понимаешь, да? А у других есть День страны. В России, кстати, нет. Был День независимости, они сделали День России. У Прибалтов есть День восстановления независимости у некоторых стран Балтии. Есть там День просто государства и так далее. У казахов День государства. У них нет День независимости. Вот мышление, да? Какое мышление мы формируем? Мы формируем, что мы от кого-то независимы, тогда мы, собственно, чувствуем себя бывшей или настоящей колонией, которая переносит постоянно точку отчета и фокуса внимания в отношении себя и оценки себя наружу. У нас редко кого-то оценивают по достоинству до того, как он выехал за границу и получил признание там. То есть у нас все время тысячи там признали. У нас нет экспертизы и компетенции оценить, насколько хороши мы сами или наши лидеры. Вот это все признаки того, что мифодизайн довольно слабый. Ни с чем сверять. У меня был такой очень интересный опыт тоже по мифодизайну. Мы работали с силовыми структурами военными в 15-16 году, я не помню. И была такая деловая игра по мифодизайну. Я говорю, ребят, представьте себе, что сейчас министром обороны стал Святослав Хоробрий, а президентом Ярослав Мудрый. Ну и так, как поназначали, что мы делаем? Они говорят, то есть такие точки отсчета, так мы вот это, вот это, вот это. Я говорю, так, ребят, а почему? Почему нет? Почему мы такие точки отсчета не берем? Почему мы не берем такие взгляды на политику, на экономику, на военное дело и так далее? Что нам нужно для того, чтобы опереться? Что нужно? Нужна просто системная государственная политика, чтобы это не было частным случаем отдельного семинара на три часа? Какое самое сильное средство мифодизайна сегодня? Ленин говорил, что кино. Я считаю, что архитектура и скульптура, с моей точки зрения, они наиболее полно Wi-Fi раздают соответствующе. То есть, если бы я сейчас занялся мифодизайном, я построил бы какой-нибудь небесный Киев, то есть, архитектурный ансамбль шириной километра два, где из зала в зал ты переходишь, начинаешь с Древней Руси или даже с Триполь, поднимаешься, поднимаешься, Белый дворец ступенями-ступенями в конце трон, где каждый школьник может посидеть на этом троне, и ему табличка, которая говорит, задайся вот такими вопросами, посмотри на всю эту историю сверху вниз, пускал бы люди ограничены, чтобы не было толпы никогда. Да, и вот такой был пантеон был, с скульптурами, вот как в Лейпциге, например, на Битве Народок, или там, например, как в Альгалла немецкая, или которую строил баварский король Людвиг, скульптурами, которые гигантов наших предков, Святослава, Владимира, тут просто поднимаясь, 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 Белый дворец накручивает Днепра, где человек, пройдя все это от начала до конца, становился бы Русь-украинцем. То есть, как у Вагнера немцем, так у нас человеком Руси-Украины становился. Потому что, с моей точки зрения, наша самоидентификация должна быть дополнена. Когда мы упускаем Русь, мы упускаем что-то принципиально важное. Но это, да, это производит впечатление. Заходил ты, поднимался по ступеням, километр, например, а выходил с другой стороны другим человеком. Не мог вернуться назад. Но, конечно, кино, конечно, компьютерные игры, конечно, сериалы, конечно, комиксы, полный спектр. Какой, на твой взгляд, самый сильный? Вот на твой взгляд. На самом деле, Алексей, ты все сказал. Я как психолог вижу, в первую очередь, в социальной практике. Вот была такая практика, как паломничество. Человек проходил через определенные состояния, этапы, и психологически перепаковывал себя. Ведь суть всех этих, неважно, Вагнер это будет, это будет дворец на берегу или там что-то еще. Это то, через какие этапы психологической трансформации мы проводим человек. Или будет это компьютерная инсталляция, что, собственно, тоже может быть, без того, чтобы получать огромные, или требовать огромные ресурсы, чтобы это все отстроить. Не такие огромные. Это 200 миллионов долларов. Я тебе могу сказать, что в Киеве крадут, или в каком-нибудь крупном городе Украины, крадут гораздо больше за год. было бы желание. Согласен. Но я хочу, как ты часто любишь, зайти немножко с другой стороны. В начале 90-х, когда я очень сильно интересовался психологической составляющей практик экстраординарных, мне заинтересовал такой эффект, как эффект женщины. Ну, слышал, что он целебный, там излечивает смертельные болезни. Я говорю, так он же продается в любой аптеке. Почему он вот этот, который в аптеке не излечивает? А тот, который где-то там какие-то шаманы варят, там что-то еще, тот излечивает. Почему же вы не можете у них рецепт взять или так подобное? Я начал это исследовать. Я поехал тогда к реальным шаманам, там общался с ними, выяснил, что они на самом деле просто крутые психологи, которые понимают, как работает это все. Если перевести это на обычный такой, обыденный психологический язык, то звучало это так. Он говорил, да, нужно приготовить женщины, но нужно приготовить не только наружную химию, но и приготовить человека. То есть должна быть еще внутренняя химия. То есть должна внешняя химия встретиться с внутренней химией, и тогда она дает вот этот истеродинальный эффект. Человека проводили через определенную последовательность. Он должен был найти этот женщин, потом что-то он там должен был с ним делать, потом он как-то варил. То есть он в этот момент не женщин варил, он себя готовил к тому, что он встретится с этим женщинем и даст ему исцеление. Эффект может быть плацебо, может быть еще какие-то психологические практики. Он, в конечном счете, давал соединение внешней и внутрехимии. Вот ты сказал про внешнюю химию, вот этот дворец, это правильно. А я хочу говорить, что есть внутренняя химия. Нужно провести человека через что-то, то есть построить храм, это здорово. Но должен быть, в этом храме должен быть, я не знаю, тот, кто служит в этом храме, я не хочу назвать их священниками, должны быть служители этого храма, которые проведут людей грамотно, психологически через все процессы, чтобы они трансформировались. Так что это две составляющие снова. Однозначно. Хорошо. Маленькое объявление Всеволод читает у нас в школе Аперу с 27 февраля семь занятий подряд по вторникам курс о мифодизайне. О чем этот курс? Что люди получат, когда они туда придут? Кем они станут после курса? Кем они станут? Они станут, как минимум, у них есть выбор, два варианта. Первое, они станут людьми, которые осознают мифодизайн, понимают, как это работает. Они перестанут быть теми, кто просто живет в этом мифе, не понимая, что, куда их направить. Они станут осознанными. Или, если они хотят большего, они также сможут стать сами мифотворцами, мифодизайнерами, где бы они ни работали. Если человек работает, я не знаю, в бизнес-компании, он сможет создать стратегические видения для своей компании, люди будут жить в определенном корпоративном мифе. Если он психолог, он сможет создавать мифы семейные, так называемые, когда два человека, вся семья, весь род интегрируются, соединяются, тогда они понимают, как им находить вот эту инклюзию, чтобы они не бодались, что у одного один миф, у другого другой. Они пытаются наложить эти мифы, они не сходятся, не создавать. Неважно, в политике вы будете шикарным идеологом, в образовании вы сможете создавать такие программы, которые будут вовлекать людей. Очень здорово. А занятия очень простые. Первое, мы поймем, что мы живем в реальности мифа, как она работает. Дальше мы позанимаемся тем, чтобы поймем, как создается персонификация мифа, то есть каким должен быть персонаж для того, чтобы он воспринимался как мифологический, как проникающий в самые глубины архетипы, соединяющийся с ними управляющими. И каким должен быть сценарий мифа для того, чтобы он был захватывающим, интересным, вовлекающим. Дальше мы будем исследовать техники влияния, которые есть в этом мифе, как они работают, как они выстраиваются, то будем исследовать технологии внушения, то есть влияние это на сознание, внушение это на бессознателье. После этого мы позанимаемся тем, как мифы работают в разных контекстах, как работает, например, медицинский миф в Израиле, что израильская медицина такая потрясающая, или немецкая медицина потрясающая, или как выстраивался японский миф вот этих ключевых корпораций, которые вытащили Японию из страны, которая проиграла Вторую мировую войну, и получила двоядерных ударов по своей территории, и которая через 20 лет прирастила свое население и стала еще второй экономикой мира, и выстроила такую потрясающую прорыв, как это все работает, по разным контекстам. Ну и в конце мы будем заниматься практическим мифодизайном, то есть люди будут создавать, смотреть, как это работает, пробовать, и давать обратную связь, что сработало, что не сработало, но создаются реальными практиками мифодизайна. Я думаю, что вам нужны идеологи, ты уж про это говоришь, я про это говорю, квалифицировать, то есть не только рояль должен быть, но и тот, кто умеет на нем играть. Да, в том числе, чтобы у меня были внутри ситуации, я как тренер отдал ему все, а вы как игрок, не взял, нам нужно, чтобы вы взяли. Для того, чтобы взять, приходите к нам заниматься в школу, к все ладоно-курсы, там будет потом еще кинотренинг, который станет вершиной, объясняющей на конкретных примерах, на примере конкретной истории, как делается мифодизайна. Если хотите начать в этом разбираться, в том, что нами управляет подсознательно, и как это управляет, и что делать, чтобы стать тем, кто управляет, вам нужно прийти на этот курс, куда мы всех и приглашаем. Я буду рад, и очень благодарен за эту беседу, потому что я считаю, что Алексей представляет собой одного из ведущих мифодизайнеров не только в Украине, не только на посольском пространстве. На данный момент как-то я наблюдаю, это без каких-то таких комплиментов. Как он работает? Я же отслеживаю обратную связь по тому, как реагирует, например, европейская пресса. Вот вчера мне позвонили из Парижа и сказали, что то, что ты делаешь, работает, потому что на вчерашней раскладке появился журнал в Париже. А что будет, если Путин победит? Мифодизайн работает немножко с опозданием, вот ты их там настроил, подзадумайтесь об этом. У них уже это вошло в дискуссию, они сейчас уже живут в этой версии реальности, где такая возможность существует. Вчера же было заявление про то, что, чёрт возьми, до конца этого года мы таки дадим Украине миллион снарядов, Боррель. Этот миф начал работать, они попали в этот сценарий и, может быть, Алексей войдёт в историю Европы или даже человечества как человек, который разбудил такие Европу. Ну, может быть, если они смогут проснуться. Ну, реально просыпаются сейчас в этом мире. Вопрос, как проснуться, кем? Мы за этим тоже проследим. Договорились. Чтобы проснулись тем, кем надо. Хорошо. Спасибо большое за беседу. Спасибо нашим зрителям. Приходите к нам заниматься. У нас всегда весело, мудро, глубоко и практично. До встречи. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok